Нам бы хотелось узнать, насколько изменилась ваша работа в связи с событиями с конца февраля. Пришлось ли оборвать связи с кем-то из поставщиков сельхозтехники? Изменилось ли соотношение поставок российской техники и зарубежной в вашей линейке? Спасибо, Александр, за вопрос. На самом деле в портфеле «Росагролизинг» всегда преимущественно основную долю держали отечественные машиностроители. Доля отечественных машиностроителей в портфеле компании «Росагролизинг» составляет 99%. Это такие традиционные крупные машиностроители, как Ростовский комбайновый завод «Россельмаш», Петербургский тракторный завод, Брянский комбайновый завод «БСМ», Евротехника и компания «Пегас» – самоходные производители. Я думаю, что это традиционно из года в год топ-5 наших поставщиков. Ну и многие другие заводопроизводители, которые в итоге действительно составляют порядка... Отечественные заводопроизводители, которые в итоге составляют 99% портфеля «Росагролизинг». Если говорить о западных брендах, которые по той или иной причине ушли с рынка сегодня, их доля была совсем минимальная, меньше 1%. И если говорить о «Джундире», о «Беднове» и других поставщиках, которые по какой-то причине решили не поставлять больше, то их доля совсем была небольшая. И мы активно, и наши машиностроители активно эту нишу занимают сейчас. А мы активно ищем им замену. Есть ли уже новые имена в портфеле «Росагролизинга»? Вы знаете, нами ведется активная работа, начиная с марта этого года, по поиску поставщиков в дружественных странах. Мы уже начали поставки и закуплены техника у китайских производителей. В основном сейчас трактора везут с Китая. Мы закупили 100 тракторов мощностью 90 лошадиных сил компании «Катт». 20 тракторов мощностью 300 лошадиных сил тоже компании «Катт». Мы работаем с «Зум Леоном», с «Ловолом», в принципе, со всеми известными китайскими брендами, которые в первую очередь наладили сервисное обслуживание на территории Российской Федерации. Потому что для нас важно не просто закупить технику и поставить ее в аграрию, а сделать так, чтобы эта техника вовремя обслуживалась не только в гарантийный, но и в постгарантийный период. Это что касается Китая. Мы заключили соглашение и уже начались поставки с Объединенных Арабских Эмиратов поросительных машин. Уже первые машины пошли. Мы заключили соглашение с Турецкой Ассоциацией производителей техники. И в ближайшее время пойдут первые поставки. Уже единичные трактора «Южный дилер» начали нам поставлять. Но вот ждем, когда начнется это массово. Там хорошая линейка тракторов от 90 до 130 л.с., большой ассортимент прицепной техники. Мы уже заключили соглашение, летали буквально недавно на прошлой неделе в Иран с иранскими производителями сельскохозяйственной техники. С Индией договорились, со страной Латинской Америки. Поэтому, вы знаете, мы не видим сейчас и не ощущаем прям какого-то острого дефицита. Да, есть какие-то ниши, где есть точечно производители, находящиеся в Европе. Но мы тоже видим, что дилеры находят, в общем-то, логистические цепочки и завозят эту технику. Вот недавно Холмер комбайны завезли. Мы финансировали поставку 10 единиц. Поэтому, да, вы знаете, что техника для свеклы не производится в Российской Федерации. Да, и традиционно эту нишу занимали европейцы. Но вот мы видим, что дилеры все равно находят возможности, находят и выстраивают логистические цепочки и эту технику сегодня завозят. Мы ее с удовольствием финансируем и передаем линию наших клиентов. Александр Игоревич, вот чисто из любопытства вопрос. Вы сказали, что заключаете соглашение с Ираном, с странами Латинской Америки. Что будут вести оттуда? Какая техника? Латинская Америка – это в основном самоходные проискиватели с высоким клиренсом. Сейлки для нулевого посева, они очень сильные в этом. Если говорить об Иране, то это также трактора мощностью до 150 лошадиных сил. Понятно. У многих дилеров в этом году возникли проблемы, в том числе с поставкой техники российских производителей, поскольку участие комплектующих было сложно найти. Скажите, а вот Ваша работа с российскими машиностроителями изменилась? Есть ли сложности с увеличением стоимости техники, со сроками отгрузки этой техники? Существенно условия работы, взаимодействия с нашими традиционными поставщиками не изменились. Да, Вы правы, что изменилась стоимость. Это было в начале года, но после этого стоимость уже не менялась, она находится на прежнем уровне. Изменились немного сроки поставки, они были увеличены. Но мы сейчас видим, что сроки поставки приходят в свои прежние значения, они уменьшаются. Это тоже связано с тем, что наши отечественные машиностроители закупали определенные комплектующие где-то за рубежом. Это также связано с логистическими цепочками, за счет того, что они удлинились, удлиняются сроки производства. Но еще раз повторюсь, вот мы видим сейчас, начиная с августа-сентября, сроки постепенно начинают снижаться. Это значит, что наши машиностроители логистические цепочки уже выстроили и оптимизируют сроки поставки своих комплектующих, тем самым сроки производства техники. Ну, я несколько примеров приведу, да, если в прошлом году, ну, даже так я возьму, начало этого года, срок поставки на трактора, Твердорского тракторного завода были порядка 150 дней, то мы видим сейчас сроки существенно уменьшились уже в районе 100 дней. Плюс мы, как правило, та техника, которая пользуется высоким спросом, мы, как компания «Росагролизинг», заранее с данными поставщиками проговариваем условия взаимодействия и заказываем технику впрок для того, чтобы срок производства уже начался не с момента, когда к нам пришел клиент, а с момента, когда мы эту технику заказали. Да, у нас такие соглашения периодически мы с нашими машиностроителями подписываем. Вот недавно у нас было подписано соглашение с ростовским комбайновым заводом «Россельмаш», по которому «Россельмаш» поставит клиентам «Росагролизинг» технику до конца 2022 года в количестве… Тысячи штук. Тысячи единиц, да. Ну, вот видите, если посмотреть, то срок там порядка 90 дней. На самом деле компания «Россельмаш» сейчас очень быстро грузит, я думаю, что там до 50 дней в среднем у нас срок поставки с ними. Александр Игоревич, «Россельмаш» в том числе активно работает с поставщиками техники из-за рубежа, причем техники, которые и в России производят. Ассоциация «Росспецмаш» выдвинула такое предложение к правительству лишить государственной поддержки зарубежных производителей сельхозтехники. Хотелось бы узнать и ваше мнение. «Россельмаш» — это отчасти мера такой государственной поддержки спроса на технику. Александр, ну, льготный лизинг, он распространяется только на отечественные заводы производителей и на иностранные, аналоги которых не производятся на территории Российской Федерации. Да, я вам привел пример свеклоуборочной комбайны. Аналоги, к сожалению, на территории Российской Федерации не производятся. И такую технику мы поставляем в рамках льготного лизинга. Ну, мне кажется, это правильно, потому что в итоге финансовая нагрузка, она ложится на клиента, на сельхозтоваропроизводителя. И наша задача сделать так, чтобы себестоимость той продукции, которую он производит, она была минимальна. А мы с вами знаем, что порядка 25% себестоимости — это всегда стоимость техники. Поэтому задача «Росэградизинга» — это прежде всего сделать продукт доступным, финансовый продукт, сделать технику доступной и сделать так, чтобы себестоимость производимой сельхозтоваропроизводителем продукции, она не увеличилась. Понятно. Минсельхоз приводит данные, что темпы приобретения техники в этом году сократились. При этом приобретение техники через «Росэградизинг» наоборот идет очень активно. По информации «Росэградизинга» в первом полугодии на 37% выросли по ставке. Вы можете как-то объяснить, почему это происходит? Александр, компания «Росэградизинг» всегда адаптировалась под те условия внешние, которые происходят на рынке АПК. И мы помним в марте, когда все банки спешили поднимать свои ставки по кредитам, «Росэградизинг» напротив, не меняли условия ни по подписанным ранним договорам лизинга, ни по вновь заключаемым договорам лизинга условия не менялись. Наши ставки всегда оставались и остаются на прежнем уровне, с удержанием от 3% годовых в рублях. И наша задача – это не прибыль, которую компания должна получить, а это сделать продукт доступным, это сделать так, чтобы продукция, выращивающая сельхозтоваропроизводителем, ее себестоимость не увеличивалась. Поэтому мы адаптируемся под рынок, мы смотрим, какая ситуация происходит на рынке, и мы наоборот предлагаем еще более лояльные условия. Так, нами в этом году были запущены несколько акций, своих не бросаем, гарантированная поставка, которая в условиях неопределенности на рынке сельхозпродукции позволяла получить отсрочку сельхозтоваропроизводителю по авансу полгода. То есть сельхозтоваропроизводитель приходил в компанию «Росэградизинг», подавал заявку и с нулевым авансом получал технику, отсрочка по авансу, она была доступна до января 2023 года. Мы видим большой набор был заявок по этой программе, и я, честно говоря, аналогичных условий ни у кого из коллег финансовых институтов на рынке не встречал. Поэтому еще раз вернусь к вашему вопросу, да, почему в условиях, когда рынок сужается, уменьшается, у нас, как в компании, получается свою долю на осужающейся рынке расширять, это именно за счет того, что мы всегда смотрим, а в чем же потребность клиента. Мы сохранили ставки, мы их не увеличили, и мы сделали доп. условия для сельхозтоваропроизводителей, которые позволили им не сдавать свою выращенную продукцию в моменте, а придержать ее до конца года для того, чтобы уже потом сдать по той цене, которая будет, и, соответственно, оплатить аванс. При этом пойти в сделку с нами, с на любом авансе. Спасибо. Можете ли дать свой прогноз на 2023 год? Увеличится ли стоимость техники и насколько? Увеличатся ли ваши поставки и насколько? Изменится ли доля российских и зарубежных производителей? Или, может быть, в каком-то сегменте могут возникнуть проблемы из-за того, что российской техники не производится, или она немножко уступает по качеству зарубежным образцам? Я начну тогда с крайней ремарки по поводу качества. За последние, наверное, пять лет наши сельхозмашиностроители очень сильно подтянулись в качестве. И действительно, выпускаемая продукция, она достойна мировых рынков. И если посмотреть на объем экспорта, то каждый год объем экспорта выпускаемой продукции нашими машиностроителями, он только рос. А это говорит о том, что клиент за рубежом, он начал выбирать технику наших машиностроителей, а выбирает всегда по качеству. То есть это сопоставима цена-качество. Поэтому качество у наших машиностроителей, оно серьезно выросло. И нашим сельхозтоваропроизводителям нечего переживать по этому поводу. Без техники мы не останемся. Объемы производства у наших машиностроителей растут. То есть, еще раз повторюсь о том, что ниша освободилась. И если раньше эту нишу занимали те или иные западные производители, сегодня эта ниша свободна. И мы это видим по нашим заводам-производителям. Допустим, Петербургский тракторный завод, если в прошлом году выпустил порядка 3300 тракторов, то в этом году у них план выпустить 4500 тракторов. Это говорит о том, что, еще раз, рынок освободился. Коллеги быстро наводили логистические цепочки с точки зрения комплектующих. Очень высокая локализация. И это позволило в данных условиях завоевать дополнительный рынок. А для сельхозтоваропроизводителя это значит, что тот дефицит, который мог возникнуть, заполнил наш отечественный машиностроитель. Так и в других сегментах. Мы видим, что некоторые заводы комбайновые увеличили производство. Мы видим, что, опять же, по нашему соглашению с Росельмаш, мы видим, что у нас объем поставок с Росельмаш будет больше, чем в прошлом году был. Завод, для примера, Пегас, самоходные плыскатели. В этом году мы уже увеличили объем поставок с ними примерно на 40%. То есть без техники фермер Российской Федерации точно не останется. Будет поставлена техника как отечественная, с высоким качеством, так и импортная из дружественных стран. Я думаю, что не только мы, имеется в виду Росагрализм, но и многие дилеры сейчас налаживают связи с дружественными странами, с машиностроителями. И мы видим это по рынку, мы видим это по полям, когда едешь, да, уже присутствует техника тех или иных западных, восточных и западных стран, которые относятся к дружественным. То есть никто времени теряет, и я считаю, что сельхозтоваропроизводителям переживать не стоит. А вы сами переживаете за спрос на технику? Машиностроители признаются, что сейчас не очень высокие цены на сельхозпродукцию, их это пугает. Как ваши перспективы? Или может быть лизинговые программы настолько интересны, что нет смысла беспокоиться, спрос будет расти? Александр, в чем преимущество лизинга? В том, что сегодня, имея потребность, можно зайти в соглашение, подписать договор лизинга, получить с нулевым авансом технику и начать платить за нее только в следующем году. При том, что техника и потребность есть сегодня. Вот в этом наше преимущество. При этом мы не потребуем дополнительный залог, мы не потребуем дополнительного обеспечения. И это тоже существенное преимущество на рынке. Если у сельхозтоваропроизводителя есть сегодня потребность в тракторе, то он может и с его финансовым состоянием компании все в порядке, он честно платит налоги, потому что так или иначе, когда я говорю, что у нас аванс 0%, мы в любом случае оцениваем финансовое состояние компании. То он может спокойно прийти, подать заявку, получить свой трактор и начать платить только в следующем году. А практика прошлых многих лет показывает, что цена на продукцию всегда, какой бы год ни был, она росла в декабре, январе, феврале, в марте. Всегда был рост цены сельхозпродукции. Поэтому те предприятия, у которых есть возможности хранения, конечно, лучше хранить, лучше придержать данную продукцию, для того, чтобы продать по той цене, которую они посчитают для них достаточно. Поэтому трудно прогнозировать, если вы говорите о прогнозе. Любой спрос, конечно же, он так или иначе подвязан под ситуацию на рынке. Но не надо забывать о том, что потребность сельхозтехники, она есть и она высокая. Не надо забывать о том, что довольно-таки большой объем земли каждый год вводится в оборот. А на каждый этот гектар, введенный в оборот, необходима дополнительная техника. Поэтому я понимаю, что спрос в любом случае будет. Цена в любом случае, она тоже к концу года изменится. Поэтому повторюсь, наверное, да, но если есть потребность сегодня, надо подавать заявку, получать технику и, соответственно, закрывать те агротехнические работы, которые сегодня есть у предприятия. Я вот знаю, ну, в Ростовской области сейчас в разгаре, наверное, уже пассивная компания идет, правильно? Тракторы нужны, почвоподготовка, техника для посева. Понятно, что заходя в пассивную компанию в сентябре, фермер об этом подумал, наверное, весной. Да, и заранее все заказал. Он же тоже весной не понимал, какая цена будет в сентябре. Но он технику заказывал, потому что она нужна, иначе без нее пассивная компания, она не произойдет. Вот так и здесь, да, у нас весной начнется пассивная компания «Яровый культур». И если техника нужна к яровым, ее надо сегодня уже заказывать. Не загораем потом и уборочную. Поэтому я с такой же уверенностью, как сказал, в уверенности, что техника будет, и наш сельхозтоваропроизводитель без техники не останется. Могу сказать о том, что и цена на сельхозпродукцию, она тоже устаканится, да, и она будет справедливой. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Я все вопросы задала, которые хотела. Может быть, вы хотите что-то еще добавить, что-то, чтобы наша аудитория, сельхозпроизводители услышали? Да, я бы хотел на самом деле пригласить всех сельхозтоваропроизводителей, машиностроителей, вас, Александра, ваших коллег. На следующей неделе в Москве пройдет несколько знаковых событий. Это выставка «Золотая осень», это выставка «Агросалон», где будут представлены лучшие достижения наших машиностроителей отечественных. И там будет, кстати, представлена и техника из дружественных стран, которая активно сейчас заходит к нам на рынок. Поэтому много будет конференций, много будет разных круглых столов. Это всегда интересно, это всегда обмен опытом. Поэтому всех, у кого будет возможность приехать без ущерба для производства, без отрыва, так сказать, для производства, я всех приглашаю в город. И у нас на сцене «Росаградин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова